Часто ли нарушают правила водителей военных машин? Чтобы ответить на этот вопрос, сегодня наша команда по борьбе с автохамами провела специальные рейды, а заодно и познакомилась с работой военной автоинспекции. Что это за структура, узнаете в нашей традиционной рубрике. Приветствие обязательно для солдат. Именно с него и начинают проверку сотрудники ВАИ, военной автоинспекции. Это те же дорожные полицейские, только следят не за обычными водителями, а за теми, кто перевозит солдат или оружие. Их легко вычистить в потоке по черным госномерам. Именно такие водители в последнее время все чаще нарушают правила, что и стало поводом для сегодняшнего рейда. При остановке автомобиля сотрудники военной автоинспекции проверяют у водителя сразу семь документов, в то время как инспекторы ГИБДД только три. Но сперва сотрудники ВАИ обращают особое внимание на внешний вид солдата за рулем. Если он неопрятен, то об этом сообщают командованию или военную комендатуру. Инспекторы во время рейдов должны останавливать каждый военный автомобиль. Их на дорогах немного, поэтому при тотальной проверке шансы вычислить автохамов велики. Одним из них оказался водитель Урала. Молодой человек халатно отнесся к документации. Перед выездом не заполнил должным образом путевой и маршрутные листы. Такого серьезного, конечно, нету, но, тем не менее, по приказам это нарушение по нашим военным. Ну и наказание, соответственно, тоже предусмотрено, да? Да, предусмотрено. Дисциплинарное наказание водителя за неоформленную путевой документацию. Ну, тут серьезно могут решить его премии на усмотрение начальства команды. Подобный сценарий ждет водителя срочной службы. Контрактнику протокол составят на месте. Если нарушитель в течение двух месяцев не оплатит штраф, то даже без его участия на военном суде сумма увеличится в два раза. К такому в регионе прибегают нередко. Ведь последние пару лет количество автохамов неизменно растет. Около 80 постановлений, то есть о назначении административного штрафа. Не считают тех нарушений, то есть около 40. Водители, военнослужащие очень у нас не любят пристегиваться ремнем безопасности, то есть пренебрегают правила дорожного движения. Они обычно могут забыть огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки. Очень часто у них просто не горит фара, так как забыл, не посмотрел, не проверил. Все полностью как у гражданских водителей. Что касается серьезных нарушений, их выявляют редко. Например, за последние пять лет на дорогах области был пойман только один пьяный водитель в форме. Однако солдатам стоит помнить, что для нас, гражданских, военные всегда и во всем должны подавать пример. И поведение на дороге не исключение. П.М. Арчуков, Виктор Черкашин. Новости по будням.